Спортивные клубы Сибири накрыло волной финансового кризиса. Клубы накопили многомиллионные долги. От одних отказывается единственный спонсор, другие лишаются финансовой поддержки. Из бюджета на сборы и матчи некоторым приходится ездить в долг. Почему бизнес теряет интерес к спорту и как денежный вопрос сказывается на турнирной таблице, расскажут мои коллеги. Долг перед авиаперевозчиком, невыплаченные деньги центру бронирования и десятки неоплаченных коммунальных счетов. Сумма задолженности хоккейного клуба «Металлург» превысила 45 миллионов рублей. По данным агентства «Эрспорт», уже в ближайшее время команда может выйти из чемпионата КХЛ. Но на официальном сайте клуба эту информацию опровергают. Хоккеисты все же обеспокоены. Это сказывается и на игре. До недавнего времени «Металлург» находился на последней строчке в Восточной конференции. Уйти с последнего места команда должна и обязана это сделать. А только будем играть, что-то менять, ротация состава, она все равно будет. Сложности с финансированием сказываются и на игровом результате футбольного клуба «Томь». За весь сезон всего два победных матча. Игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба не платят зарплату уже 4 месяца. За долги по налогам в 40 миллионов рублей наложено арестное имущество. Административно-бытовой комплекс болезненно, колтай болезненно, стадион темб болезненно, стадион труд болезненно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они какой-то менее ликвидный объект арестовали. Ну, например, газон футбольного клуба «Томь». У руководства клуба есть один способ спасти стадион – найти спонсоров. Такой же совет региональные чиновники дали и руководителям Омского баскетбольного клуба «Нефтяник». Там финансовые проблемы начались, когда команду исключили из структуры Центра спортивной подготовки «Авангард». Из регионального бюджета средства поступают с задержкой. Игроки не получали зарплату 2 месяца. На матч с уральским клубом «УГМК», который прошел 30 октября, команда ездила в кредит. В этом году у меня поуходили все мои омские игроки. Я потеряла трех игроков именно омского баскетбола воспитанницы. Это очень обидно. Каждый год не думала, будет у меня команда или не будет. По крайней мере, стабильность у нас была. Найти спонсора не удалось. Максимум, на что способны инвесторы – найти форму для команды. Впрочем, эксперту ситуацию не драматизируют. Говорят, клубам нужны профессиональные менеджеры. При минимальной бюджетной поддержке нужно зарабатывать самостоятельно. Например, за счет продажи билетов, сувенирной продукции, прав на трансляцию и минимизировать затраты. Сегодня даже спорт живет по законам бизнеса. Светлана Еловнарова, Артак Мурадян, Кирилл Полиенко и Дарья Тарасенко. Новости здесь, Омск.